шалом ослу сказали радуйся у тебя родился осленок этот грустно сказал почему радуются его ждет такая же судьба как у меня и здесь уважаемые дамы и господа величие вот этого осла в том что признал что он осел он знал точно кто он такой знал свои недостатки и сожалел о том что его сын может пойти по его стопам есть люди которые не признаются самим себе в своих недостатках и когда у них рождаются дети они почему-то навязывают им тот же путь советуют им те же самые вещи хотя в душе им тяжело признаться что этот путь проблематичный сложный важно на примере своей жизни выдернуть те моменты где были ошибки неудачи и если нужно называть мальчика по имени я имею ввиду неудача это неудача нельзя жить иллюзией что все было хорошо я был прав тут я был прав тут нужно очень объективно особенно когда дело относится к нашим детям подойти к этому моменту часто дети берут пример с нас если мы публично при них во всяком случае можем заявить что вот в той или иной мере мы не правы мы можем изменить свою жизнь своим примером мы можем показать им что мы признаем что где-то на каком-то этапе извините за грубость мы были ослами это только будет плюс в глазах детей когда кто-то из родителей ведь я допускал ошибки когда-то сейчас я на другом пути но это должно быть на практике не теоретически искать и раньше эти ошибки допускал а сейчас а сейчас сейчас ты уже не осел ты продолжаешь быть львом хотя может быть в жизни ты не изменил ничего ты только признал ошибку но ты продолжаешь тот же путь поэтому все что требуется от нас это практические действия по отношению к самим себе и по отношению тем близким родным которые вокруг нас если как в этом рассказе нам скажут радуйся у тебя родился ребенок мы должны радоваться что мы постараемся поступить как говорил царь давид счастлив человек который не идет по пути нечестивых не стоит с грешниками и не сидит в обществе на смешников или как говорил соломон воспитывай сына по пути его а его путь это уже другой путь это не обязательно наш путь это путь в который вложены уже вот все наши ошибки и вот это мы должны им передать то есть подтвердить наши слова действиями шалом шалом